но очень быстрый код пошли давай пошли вниз пошли есть пошли давай за мной идем ну где ты там сидишь а где спускаемся давай молодец всем привет меня зовут елена прохладная и вы на канале англии моим глазами самом начале хочу вам всем сказать спасибо огромное за то что вы приняли такое живое участие в обсуждении новогодних фильмов и за то что вы мне посоветовали посмотреть ваши любимые фильмы вы знаете я составила такой достаточно внушительный список потому что конечно я много не смотрела много чего не смотрела и сегодня я уже посмотрела самый первый фильм который вы мне рекомендовали это этот фильм называется президент и его внучка классный такой фильм прям с удовольствием его посмотрела и посмеялась конечно постоянно смеялась и конечно всплакнула и вы знаете вообще очень такая девушка эмоциональная и колин уже знает если мы садимся что-то смотреть или я что-то читаю у меня всегда спрашивает салфетка нужна потому что знает что я обязательно найду над чем всплакнуть а сегодня в своем видео я хочу вам рассказать одну из историй которых у меня в моей копилочке очень много ну вы знаете что у меня много очень подписчиц которые любят делиться своими историями и конечно с их разрешения я их вот эти истории озвучиваю в основном у меня конечно истории с счастливым концом с хэппи эндом вот сегодня одна из таких история про мою подписчицу которую зовут маргарита и про ее мужа англичанина которого зовут джонатан а началась кстати эта история 22 года назад 22 года назад в ее родном городе таганроге где она родилась так вот этот зверь видите какой он уже у у нас большой он будет мне сегодня конечно помогать и подсказывать вдруг я что-то забуду да есть ты будешь мне подсказывать ты будешь давай веди себя хорошо ладно хорошо себя веди так вот началась эта история 22 года назад в ее в ее родном городе в таганроге где она родилась где она закончила школу получила образование вышла замуж но как оказалось неудачно потому что вскоре она развелась и у нее остался мальчик от первого брака и вот когда в общем-то наша маргарита герои герои моей истории маргарита переживала свой развод она решила пойти на курсы английского языка записалась маргарита на курсы английского языка и ей знаете повезло ей повезло потому что преподавателем у нее был как раз носитель английского языка вот этот самый джонатан и вы знаете я у нее спросила было ли нее какое-то предчувствие что у нее вот поменяется жизнь вот так вот круто да что она уедет выйдет замуж за англичанина и уедет в англию и наград никаких предчувствий у меня вообще не было я просто пошла на курс английского языка чтобы вот подтянуть свой английский язык и вот так получилось ведь вот такая вот судьба значит расскажу про джонатана он англичанин симпатичный мужчина который закончил университет в англии и в университете в университете он изучал русский язык и он тогда заинтересовался вот вы меня кстати спрашиваете если такие англичане которые интересуются россией и истории вот как раз один из таких это муж маргариты он изучал русский язык начал изучать в университете и конечно его и заинтересовала русский язык русская литература и он захотел читать ее в оригинале поэтому он ну я не знаю там как уже Нашёл, значит, курсы вот эти вот в России. И сначала, по-моему, он работал в Воронеже два года, а потом уже переехал вот в Таганрог, снимал там квартиру и вот стал вести вот эти курсы английского языка, где познакомился с Маргаритой. Ну, как он потом ей признался, она понравилась ему сразу, и он сказал, что она была самой первой, вообще единственной женщиной, в которую он влюбился, и она, в общем-то, самая красивая женщина, которую он когда-либо видел в своей жизни. Поэтому он сразу в неё влюбился, но как истинный англичанин не подавал никакого вида. Пока однажды на урок английского языка никто не пришёл, кроме Маргариты. И вот у них тогда как бы завязалась такая, знаете, частная беседа, вот, которая как раз и перетекла вот в их отношения. Они начали жить вместе, потому что у Маргариты была своя жилплощадь тогда, и, в общем-то, прожили в России, по-моему, 8 или 10 лет. Вот. И вот за это время он очень хорошо выучил русский язык. Я просто поразилась, когда услышал, как он разговаривает на русском языке. Прекрасно. Они расписались тогда в России, затем они ещё жили два года в Москве, пока его сестра, которая жила на тот момент в Италии, не позвала их в Италию. И они решили переехать в Италию, конечно, с её первым ребёнком. Вот ещё один ответ на вопрос. Слышите, шуршит. Женятся ли англичане на женщинах с ребёнком? Вы знаете, да, англичане достаточно часто берут женщин с детьми, и в этом ничего плохого они не видят. Вообще англичане, на мой взгляд, очень любят детей, как своих, так и чужих. Поэтому для них это вполне естественно – жениться на женщине с ребёнком. Поэтому, конечно, их старший сын был с ними везде. Конечно, он с ними тоже поехал в Италию. И в Италии они прожили, думали, что они туда поедут на два года, но прожили там 10 лет тоже. Там же, в Италии, родились их трое детей. И сейчас старшему её сыну от первого брака 26 лет. Он живёт в Москве, работает же в Москве. А младшей девочке Майи ей только 9 лет. В общем, после Италии они переехали в Англию, жили здесь недолго, потому что, ну, в принципе, не могли найти здесь подходящее жильё. Они здесь только снимали и хотели купить себе жильё. Но поскольку в Англии достаточно дорогая недвижимость, они решили поискать что-нибудь себе бюджетнее. Таким образом они очутились в Северном Уэльсе, в Сноудоне. И вы знаете, я, кстати, Уэльс тоже очень люблю. Мы там были несколько раз, и у меня есть даже и видео про Уэльс, и есть у меня видео про замечательную, очаровательную, живописную деревушку, которая называется Порт Мэрион. Вернее, видео у меня нет, но у меня есть сюжеты, и я всё хочу его, это видео смонтировать. Но почему-то у меня нет времени. Так вот, Маргарита сейчас со своим мужем, с детьми, они живут прямо недалеко от этой деревни, от этой деревни Порт Мэрион. Так вот, что хочу сказать. Значит, сейчас, на данный момент, они уже 22 года вместе. Вот представляете, то есть англичанин, тот человек, который полюбил Россию, который приехал в Россию, чтобы изучать, ну, культуру страны, знакомиться с людьми. Там же женился она русской женщине, увёз её не только в Англию, сначала побывали они в Италии. То есть вот такая вот очень интересная история. И что хочу сказать. Сейчас у Маргариты свой канал, свой канал на YouTube, на котором она, конечно, рассказывает и показывает свою жизнь в Оэйсе, жизнь в Северном Оэйсе. И вы знаете, очень часто в этих её видео принимает участие её муж Джонатан. И я, конечно, была очарована его речью, как он говорит по-русски, а также ещё и по-итальянски. Дети тоже, конечно, у них знают много языков, английский, русский и балийский. Ну, что хочу сказать. Поэтому приглашаю вас всех на её канал, и думаю, вы найдёте там для себя много очень интересного. И ссылка будет прикреплена внизу, под этим видео. Поэтому переходите и поддержите, пожалуйста, её своими лайками, ну и, конечно, подпиской. А мы с Ёсиком желаем вам хороших выходных. Да, Ёс? И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»